Определяется, чем определяется эффективность материала? Мы не можем сейчас понять, потому что плотность дерева 600, плотность бетона 2,5, а плотность стали 8 тонн. Они в 10 раз отличаются, да? При этом все они конкурентоспособны. Правильно, друзья. Нам надо ввести коэффициент, который будет... Коэффициент конструктивного качества, который будет обозначать отношение к прочности, к плотности. Запишите, пожалуйста. Это важнейший параметр. Это три буквы К. К, К, К. Консуэффициент конструктивного качества. Он равен, друзья, отношению прочности к плотности. Вот теперь мы можем о них говорить серьезно. Потому что до этого, ну, вы слышите 8 тонн, и вы слышите 600 килограмм. Ну, и как эти два материала сравнить? Это же одевательство. Правильное одевательство. Прочности плотности. Прочности плотности. Вот. Поэтому, вот, запишите, пожалуйста. Рисуйте табличку вообще. Вот такую табличку. Вот такую табличку нарисуйте. Давайте, вот, будет материал. Вот, материал тут. Сталь. Давайте сталь. Бетон. Нет, давайте вот в том же порядке, кто и запутан. Сталь, алюминий, чугун, бетон, дерево, стекло. Мы забыли еще кирпич, да? Тоже материал. Важнейший строительный материал 19 века и ранее. Вот. Напишите за объемный вес или плотность, да? Вот давайте запишите прям табличку. Заполним по всем этим материалам. Вы уже наизусть знаете. Давайте. Сталь. 7 850, да? Алюминий. 2 700. Чугун. 7 200. Легче стали. Бетон. 2 500. Дерево. 600. Дерево. 600. И стекло. 2 550. Спасибо. А теперь. Прочность на растяжение. Тире сжатие. Давайте говорить о помощи стире сжатия, потому что иначе бетон просто выпадает вообще из игры, да? Сталь, друзья, средняя сталь 240 мега паскалей. Нет, не надо мега паскалей-то вам ни о чем говорить. 2,4 тонны на метр, на сантиметр квадрат. 2 тонны, посмотрите, один квадрат сантиметр стали на растяжение несет 2 тонны. Два автомобиля Жигули Канилла. Можно повесить и идти спать. 1 на 1 сантиметр квадратный, вот тяж, вот один на один сантиметр, да, у вас тяж, и вы на него вешаете два автомобиля Жигули, вот как вот так вот, друг канал, и идете спать. Все нормально, они сохнут. Сталь, 2,4 тонны, да? Алюминий. Ой, вот, 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 вот. Слушайте, кошмар какой. А, нет, нормально. Да, очень непрочный. Всего лишь 200-300 килограмм на сантиметр квадратный. Мягкий вообще. Чугун. Чугун. 1,6 тонны на сантиметр квадратный. Ну, а Жигули с картошкой и там, всеми товарищами. Ну, одни уже Жигули. Бетон, друзья. Мы нажать, я считаю. Запишите. 145 килограмм житиметр квадратный. Видите, во сколько он раз не хуже ставит, да? Там 2,5 тонны. А тут 145 килограмм. Дерево, друзья. 140 килограмм на сантиметр квадратный. Ну, это и то первый сорт и без всяких центров. Пишите 100. Не надо, а то вы себя обнадежьте. Пишите 100 килограмм. То есть, получается, что сталь, что бетон и дерево попроще все очень близкие. Ну, и стекло, друзья. Стекло на сжатие феноменально. 6 тонн. 6 тонн на сантиметр. А на растяжение 500 килограмм. Крупкая. Наверное, да. Нам надо сделать, друзья, 2. Давайте вторую строчку. Мы же сейчас на сжатие написали, да? Давайте на растяжение напишем, чтобы вы ориентировались, кто на что работает, да? Давайте на растяжение. Вторая строчка. У стали абсолютно так же. 2,4. У алюминия совершенно так же. 200-300 килограмм. У чугуна там на сжатие было 6 тонн. Поправьте, я неправильно вам сказал. На сжатие у чугуна 1,6 тонн. А на растяжение 1,6 тонны. Там 6, тут 1,6. Теперь на растяжение у бетона зажмутись. 10 килограмм на стену. И, кстати, в это веришь. Вот представьте, стерженек из бетона, без арматуры. 1 на 1 сантиметра. И авоська с кефиром, бананами и сыром. 10 килограмм. Безмен разлетится. 10 килограмм на сантиметр квадратный бетон на растяжение. Это просто позор. Дерево, друзья, тоже 100. Тоже 100. Поздравляю вас. Стекло на растяжение.